Наука наконец-то согласилась с Библией. Теперь у нас есть доказательства, что вы не жертва ваших генов. Вы можете изменить свои гены, свое здоровье и судьбу самым сверхъестественным образом. Подробнее об этом вы узнаете в нашем выпуске сегодня. Да, супернатурно. В программе «Это. Сверхъестественное». Здравствуйте, с вами Сидрот. Добро пожаловать в мой мир, где сверхъестественное естественно. Мне просто не терпится поговорить с моей сегодняшней гостьей. Почему? Потому что я так много лет изучал Божьи обещания и верил им, потому что это были слова Бога. Теперь же наукой было доказано, что слова Иисуса — это правда. Моя сегодняшняя гостья — доктор Кэролайн Лифф. Уже 25 лет занимается изучением мозга. Когда вы только начали изучать мозг, эта область науки находилась в каменном веке своего развития. Ведь правда? Действительно, много лет исследования человеческого мозга переживали темные времена. И только в последние 10-15 лет люди начали узнавать что-то новое о человеческом мозге. И чем больше мы узнаем о мозге, тем больше мы понимаем, что мы ничего о нем не знаем. Но вы сказали мне, что мы можем изменить наши гены. Как бы я хотел, чтобы каждый доктор в мире узнал об этом прогрессивном исследовании. Вы знаете, как это бывает. Вы приходите к доктору и говорите, что у вас высокий уровень холестерина. И вам говорят, займите спортом, смените свой рацион. Но оказывается, можно поменять свои гены. Вы можете делать то, что пропишет вам врач, и это может иметь кучу побочных эффектов. Но, как вы утверждаете, недавнее исследование головного мозга доказало, что если вы последуете тому, что сказал Иисус, ваши гены могут поменяться. Это просто удивительно. Я знаю, что это звучит невероятно. Но задумайтесь об этом. Это же логично, СИД, потому что там находится дух нашего тела и наша душа. Мозг буквально отделяет нашу волю от эмоций. Он обрабатывает и формирует все мысли в действии. В мозге происходят неструктурные изменения. Что бы ни происходило в душе, это влияет на дух и тело. Если наш мозг наполнен мыслями, он наполнен хаосом. Хаосом, который управляет нашим телом. Знаете, ученые выяснили, что от 87 до 95% всех душевных, телесных, эмоциональных недомоганий происходит из-за наших мыслей. Иисус очень хорошо там все устроил. Бог сказал, каковы мысли в душе человека, таков и Он. И так вы утверждаете, что мысли, как вы пишете в своей книге, формируют пространство нашей души. Они настоящие. Это не просто мимолетные размышления, ведь так? Да, они настоящие. Наука даже называет их волшебные деревья разума, потому что нервные клетки мозга похожи на ветви дерева. Таким образом, ваш мозг размером в два кулака, это нормальный размер мозга, создан из всех этих нервных клеток и нейронов, которые так похожи на деревья. Я принесла с собой несколько вещей, чтобы вы смогли лучше все понять. У нас в голове практически такой же лес, как в ветви этого дерева. Пока вы меня слушаете, ваш мозг обрабатывает 400 миллиардов операций в секунду. Ничего себе! Пока я это слушаю, у меня в мозгу происходит 400 миллиардов операций в секунду, и кто-то считает, что все это случайно. То есть я хочу сказать, что не верю, что все это просто случайное стечение обстоятельств. Да, я согласна с вами. Для этого нужно много веры. Наша бессознательная проделывает большую работу, когда мы говорим. Все, что вы слышите, все, что поступает в ваш мозг, пройдя через пять чувств, преобразуется в мыслительные блоки. А затем вы принимаете решения, и они структурируются в вашем мозгу и преобразуются в мысль. И все это похоже на деревья. Вот почему ученые называют это лесом волшебных деревьев разума. Именно так и устроен ваш мозг. У вас в мозгу находится примерно 100 миллиардов нервных клеток. Это очень большое число нервных клеток. Каждая клетка может дать 200 тысяч ответвлений. Таким образом, у нас есть примерно 3 миллиона лет и много свободного места в мозге, чтобы создать воспоминания. Это лучше, чем в компьютере? Да. Эти данные относятся к нашим основным знаниям о головном мозге. Вполне вероятно, что мозг может и больше. Но я хочу особо подчеркнуть то, что поскольку мы не можем видеть наши мысли так, как, например, я сейчас вижу свою руку, люди думают, что их мысли безвредные. Мысли реальны. Они занимают наши души. Они похожи на дерево. Благодаря тому, что вы меня сейчас слушаете, деревья в вашей голове меняются. Пока мы говорим, мы помогаем им отращивать новые ветви. Таким образом, каждый раз, когда мы что-то слушаем и думаем о чем-то, это влияет на те решения, которые мы принимаем. Это влияет на наши мысли и воспоминания, которые возникают у нас. Это дерево зеленое. Это здорово. Мне нравится зеленый цвет, будь то площадка для гольфа или деревья, потому что это красивый цвет. Я хочу, чтобы и в моем мозге все было прекрасно. И вы тоже хотите, чтобы в вашем мозге все было прекрасно. Расскажите, что происходит с большинством людей, у которых бывают ядовитые мысли. Это вполне нормально, что такое происходит. У нас в голове все так и устроено. Подумайте, ведь мы сотворены по образу и подобию Бога, и Он наделил нас любовью, и Сам любит нас. Поэтому все процессы, благодаря которым у нас формируются мысли, направлены в верную сторону, в полезную сторону. Но Бог дал нам выбор, свободную волю. Он сказал, жизнь и смерть предложил я тебе. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое. Но если ты выберешь смерть, у тебя не будет потомства. Поэтому мы выбираем жизнь. Это правильный выбор. Я увидел это изображение сегодня утром в вестибюле отеля. Мне очень интересно, что это такое? Это просто рисунок, на котором я попыталась отразить то, что происходит у нас в голове, когда у нас появляются плохие мысли, когда мы принимаем неправильные решения, когда мы зацикливаемся на чем-то негативном. Гневе, оскорблении, раздражении, фрустрации, всех остальных негативных эмоций. Эти мысли не безобидны. Это физические изменения, происходящие у нас в мозгу. Мы создаем и формируем наши мысли всякий раз, когда о чем-то думаем. Мы создаем наши мысли даже, когда думаем о чем-то негативном. Поскольку же мы нацелены на любовь. Вот что доказали ученые. Мы нацелены на любовь. Вот каким выводом они пришли. Наконец-то они согласились с Библией. Возможно, поэтому Иисус говорил только о хорошем, чистом и приятном. И хорошо все излагал. Потому что если вы так не делаете, если вы поступаете совсем наоборот, вот как будут выглядеть ваши нервные клетки. Да, так и будет. Бог ставит перед нами условия. Бог милосерден. Но если вы будете делать все неправильно, вот что может произойти. Так уж созданы и устроены наши тела. Если мы выбираем что-то негативное, нашему телу становится некомфортно. Это насилие над ним. Всякий раз, когда мы совершаем насилие над нашим телом, мы делаем выбор, который предоставил нам Бог. У меня есть проблема. Я стал верующим в 30 лет, и даже после этого я не сразу смог обновить ход своих мыслей. Мне пришлось работать над ними около 70 лет. Что вы скажете по поводу этого? Что это? Что с этим делать? Есть хорошая новость. То, что Бог назвал, то, что, как мы знаем, названо в Священном Писании обновлением духа ума, как вы уже сказали, является процессом, который может продолжаться целую жизнь. Согласно этой точке зрения, мы можем этого достичь, но мы можем и развить наш ум. Вот за что я люблю науку. Есть слово, которым можно это описать. Это слово нейропластика. Что оно означает? Да, нейропластика. Оно означает, что наш мозг может измениться. Все может измениться. Вообще-то, я считаю, что Бог дал нам власть. Вы являетесь специалистом по нейропластике. Я не знаю, сознаете вы это или нет, но вы специалист по нейропластике. И я тоже. Как и все остальные. Бог наделил нас способностью менять наши собственные умы. Когда Он сказал, преобразуйтесь обновлением ума вашего, Он наделил нас способностью сделать это. Скоро вы покажете мне, как преобразить мой ум. Отлично. Я хочу, чтобы вы послушали, как изменить свой ум. Мы вернемся через несколько мгновений. Это сверхъестественно. Тот, кто сотворил мир, кто создал и еврея, и язычника едиными, и разрушил стены, которые разъединяли. Его целью было творение. Его целью было творение. Его целью было создание нового человека. Нового человека. Нового человека. Новый человек. Новый человек. Это сверхъестественно. С вами Сидрот и доктор Кэролайн Лив. Это просто удивительно. Кэролайн, ведь теперь и ученые пришли к выводу, что наш мозг с самого начала нацелен на любовь. Он не такой, как этот рисунок отравленного мозга. В таком мозге могут быть только ядовитые мысли. Знаете, каждый раз, когда я смотрю на этот рисунок, Кэролайн, я все больше его запоминаю. Теперь я буду контролировать то, что я говорю и о чем думаю, чтобы не позволить подобной силе убить, украсть или уничтожить мои великолепные мысли. Итак, мы все нацелены на любовь. Расскажите об этом. Это звучит просто невероятно. Кстати, такое обозначение дали ученые. Они так и говорят, нацелен на любовь. А еще они говорят, что мы познаем страх. Это очень важно, Сидр. Поскольку Бог говорит нам не бояться, и мы знаем, что наш Бог — это Бог любви. Поэтому страх — это насилие. Духовный принцип заключается в двух противоположных духовных силах. Наука пришла к такому же выводу. Будучи людьми, мы нацелены на все хорошее. Поэтому у нас в мозге происходит нечто похожее на химический эффект. Для того, чтобы ветви росли, мы впускаем информацию себе в мозг, и она входит туда словно электричество. Затем мозг начинает выделять химические вещества, и у вас в голове происходит электрическая химическая реакция. И когда это происходит, начинают расти эти ветви. Эти ветви хранят наши воспоминания, и все вместе они формируют дерево. Получается, что вся эта сеть привязана к одной мысли. Чтобы создать эту мысль, нужны химические реакции. Мы нацелены на любовь, которая напоминает нам, кто мы есть. Это не та любовь, которую связывают с отношениями. Это любовь, означающая счастье, радость, мир, страсть, воодушевление, истину и прочие замечательные вещи. В нас заложены химические вещества, которые мы выделяем для каждого из этих чувств. То, как мы формируем свои воспоминания, очень увлекательная вещь, особенно когда мы говорим о том, что нам интересно. А для нас сейчас это то, что случается, когда мозг выделяет химические вещества, отвечающие за воодушевление и страсть. Но, допустим, случается что-то негативное, и вы сменяете ваше воодушевление на негативные мысли. Что-то негативное, не воодушевление, не страсть, а что-то противоположное. У мозга для этого нет химических веществ. Он будет обращаться к вашим позитивным эмоциям и выделять все больше и больше химических веществ в мозг, чтобы убрать беспорядок, творящийся там, и восполнить недостаток воодушевления. А затем у вас должно появиться химическое вещество. Этот процесс требует того, чтобы было задействовано большее количество хороших химических веществ. Как насчет тех случаев, когда доктора проверяют состояние вашего сердца и говорят, что у вас слишком много воспалений? Этот процесс начинается в мыслях, которые приходят нам на ум. Да, это происходит потому, что наши дух, душа и тело связаны. Именно поэтому, по мнению многих докторов, в большинстве случаев происходят заболевания сердечно-сосудистой, иммунной системы, а также всякие другие недомогания. Все это происходит из-за наших мыслей, потому что ваше тело направляет мысли в ваш мозг и превращает эту мысль в физическую реакцию, которая происходит в вашем организме. И каждый из нас реагирует в данном случае по-разному. Что бы то ни было, это все равно насилие над нашим телом, потому что наш бог — это бог порядка. Функции нашего тела расположены в определенном порядке. Там внутри все очень хорошо организовано. Если этот порядок нарушается, если нарушение, электроэкохимический баланс возникает, возникает воспаление. Оно затрагивает нашу иммунную систему, которая из-за этого прекращает производить различные клетки. У докторов альтернативной традиционной медицины есть лекарства и альтернативные средства, чтобы вылечить это воспаление. Но это лишь маскировка симптомов, вызванных нашими мыслями. Ведь это так. Я прав? Да, имеется целая комбинация симптомов. И их причиной являются мысли. Знаете, существуют доктора, которые говорят вам, что вам нужно навести порядок в ваших мыслях. Есть исследования, доказывающие, что лекарства не будут действовать, как должны, если вы не возьмете свои мысли под контроль. Вы сказали, что все это происходит в большинстве случаев. Остальные 5% не так важны. Меня беспокоит именно 95%. Мы все нацелены на любовь, на большинство людей наполнены страхом. Что случается, когда наше тело наполняется страхом или стрессом? Тогда получается, что страх становится нашим выбором. Когда такое случается, у нас появляются мысли о том, что мы напуганы, что мы обеспокоены и негативно настроены, и что все, что произошло, и должно было произойти. О чем бы вы ни думали, в вашем мозге будут происходить физические и структурные изменения? Если эти изменения происходят в негативном направлении, ваше тело и мозг превратят эту мысль или состояние в физическую реакцию в вашем теле, и у вас начнется стресс. У меня здесь написано, что когда у вас появляется страх или начинается стресс, в теле происходит 1400 химических и физических реакций. Это так? Совершенно верно. 1400? Да, это много, это очень много. Как нам остановить этот процесс? То есть, почему Иисус продолжает повторять «Не бойся, не бойся, не бойся»? Он не хочет, чтобы вы знали об этих 1400 химических и психических реакциях, которые происходят в вашем мозге и во всем вашем теле? Во всем вашем теле происходит какой-то химический хаос. Вы проходите через три стадии стресса. Первая стадия называется нормальная стадия. Вы находитесь на ней, когда вы встревожены и напряжены. А еще у вас начинают формироваться воспоминания. Это очень полезно. Это состояние называется F-стресс. Происходит 1400 химических реакций и выделяется 30 различных гормонов. Они выделяются по порядку. У нас вырастают прекрасные деревья. У вас формируется крепкое зеленое дерево. Но потом мы начинаем бояться насиловать себя. Мы делаем неправильный выбор, и мозг пытается найти химические вещества, отвечающие за негативные чувства. И нарушается весь электрико-химический баланс. Эти 1400 химических реакций меняют позитивное на негативное. И у нас в теле образуется химический хаос. Есть ли у меня хоть какая-то надежда? Я имею в виду себя теперешнего. Мне потребовалось 70 тяжелых лет. Видите мои седые волосы? Мне потребовалось 70 лет. Сколько времени нужно, чтобы вырастить такое зеленое дерево? Я бы хотел жить. Такое уж у меня желание. Я бы хотел жить в любви, направленной не только на себя. Я хочу это сделать, потому что я создан, чтобы это сделать. Вы сказали, что я нацелен на любовь. Хватит ли для этого 70 лет? Или мне придется жить дольше Моисея? Как же мне изменить себя? Расскажите. Хочу сообщить вам хорошую новость. Это звучит просто сверхъестественно. Мы можем сделать это и в 70. Этот процесс занимает всего 21 день. Так, подождите. Мы вернемся через несколько мгновений. Это сверхъестественно. Целью Бога с самого начала было сделать все народы, едиными в Ишуа, Мессии и Иисусе, чтобы разрушить стену, разделявшую иудеев и язычников. Когда духовная ДНК евреев смешается с ДНК христиан Нового Завета, начнется то, что апостол Павел назвал «жизнью из мертвых». На сайте Сидорота вы найдете статьи на самые актуальные темы и учения об одном новом человеке. Зайдите на наш сайт сегодня. Это сверхъестественно. С вами Сидорота и доктор Кэролайн Лифф. Кэролайн — нейробиолог. Она уже 25 лет изучает головной мозг и занимается прогрессивными исследованиями. Она сделала открытие. Неважно, сколько вам лет, 70, как и мне, или 20, вы уже много лет нацелены на хорошее. Правда, было бы неплохо за 21 день повлиять на свое физическое состояние. А еще можно повлиять на ваше отношение с другими людьми и на ваше эмоциональное состояние. И приблизиться к цели, для которой вас создал Бог. Итак, вы сказали, что у меня есть еще надежда. Расскажите, пожалуйста, что именно я должен делать для того, чтобы вырастить такое замечательное зеленое дерево? Надежда есть у каждого из нас. Позвольте мне объяснить, вы упомянули, то есть спросили о том, что вам понравилось, а именно о том, что мы можем изменить нашу экспрессию генов. Когда нам нужно нацелить себя на что-то другое, все, что нам нужно, это изменить способ, с помощью которого происходит экспрессия наших генов. Смысл в том, что наши гены вырабатывают белок. Белок формирует блоки, которые формируют наши мысли. Ученые выяснили, что кроме генов есть еще эпигены. Да, кроме генов есть еще эпигены, на самом деле это просто наши мысли. Наши мысли — это электрический поток. Наши мысли реальны, и они передают электрический поток в гены. Вы хотите сказать, что наши мысли могут активировать хорошие и плохие гены? Да, именно это я и хочу сказать. Это очень убедительное заявление, потому что то же самое написано в Библии. Это то, о чем Бог говорил. Каковы мысли в душе человека, таков и он. Я считаю, что все обстоит примерно так. Именно такой я и собираюсь стать. Поэтому мне надо нацелить себя на другое. Мне нужно больше этих блоков. Мне нужно их переплавить и все перестроить. Поэтому, чтобы все изменить, мне нужны мои мысли. Иногда бывают негативные мысли. Например, если у кого-нибудь в семье есть люди, страдающие алкоголизмом, или у кого-то депрессией, или же с кем-то случилось что-то плохое, не надо зацикливаться на этом. Вы можете это изменить. С точки зрения науки происходит следующее. Ваше бессознательное заполняется миллиардами мыслей. Можно на мгновение забыть об этом. Итак, ваш мозг заполняется миллиардами деревьев. Получается целый лес, и вы сами можете влиять на появление черных и зеленых деревьев. Надеюсь, что у вас больше зеленых, чем черных. Но мы можем избавиться от этих черных. Если в нашей жизни что-то случается, это отражается в нашем сознании. Когда это отражается в нашем сознании, нам хочется избавиться от этих мыслей, превратить их во что-то другое, изменить их. И теперь мы можем воспользоваться той способностью, которую даровал нам Бог, чтобы изменить эти деревья. Вот почему это называется нейропластика. Все управляется нашими мыслями. Передняя часть вашего мозга называется лобная доля. Благодаря лобной доле мы можем наблюдать за собой, контролировать то, что мы говорим, что думаем, над чем смеемся. Вы можете контролировать все. Бог дал нам эту способность, и это просто феноменально. У нас есть способность остановиться и понять, что к нам пришла плохая мысль. Мы можем сказать, вот что я чувствую, вот как чувствует себя мое тело, вот почему ко мне пришла эта боль. Когда такие мысли появляются в нашем сознании, это значит, что Бог хочет, чтобы мы что-то сделали с нашими плохими мыслями. Он создал наш мозг очень податливым. Если мы скажем себе, я не могу, это будет нашим решением. То есть, если мы не будем думать об этом, это все равно произойдет? Да. Это направлено против нас? Да, это направлено против нас. Из-за этого ваше тело может перейти на вторую или даже на третью стадию стресса, которая называется «мертвый цикл». Но попав на эту стадию, у вас есть еще шанс выйти из нее. Нужно просто направить химические вещества на это дерево, чтобы избавиться от него. Эффект проявится через сутки или двое суток, и тогда с помощью нашей лобной доли мы можем принять решение, сказав себе, «Эй, это не для меня!» и надеяться, что Бог это примет. Если вы прочитаете Евангелие от Марка, вы увидите, что речь там идет о том, что значит иметь веру в Бога. Когда мы строим нашу веру на том, кем является Бог, на том, кто есть Он, согласно Его словам, если мы сознаем, кто мы для Бога, что мы значим для Бога, Который является Создателем, на чем бы вы ни строили свою веру, самое главное — проникнуться ею. Вы рассказали мне, что, прочитав Библию, вы часто не можете заснуть ночью, потому что очень проникаетесь тем, что там написано. Когда вы так чем-то проникаетесь, у вас выделяется большое количество гормона, который мы, ученые, называем дофамин, который начинает уничтожать это дерево. В 23 стихе 11 главы Евангелия от Марка Бог говорит нам, «Если кто скажет «горе сей», это и будет горой». Мы можем сказать этой горе «Слово Божье». Слово Божье живо и действенно. Говоря «Слово Божье», которое мы узнали из Священного Писания, мы буквально говорим этой горе «здравое Слово Божье». Мы вспоминаем известные нам строки и факты, говорим этой горе «поднимись и ввергнись в море». Когда мы это делаем, выделяются другие химические вещества, окситоцин, серотонин. И также комбинация этих трех веществ, плюс еще несколько других, сит. Мы буквально переплавляем все это и формируем здоровые зеленые деревья. Вы говорили, что я могу избавиться от этого за 21 день? Так? Да, за 21 день. Нужно переплавить это и начать строить новую параллель. Одно дерево может быть сразу и черным, и зеленым. В первом послании Иоанна, глава 4, стих 18, говорится, «В любви нет страха». В любви нет страха. Все эти изменения научно обоснованы и происходят за 21 день. Знаете, чем именно она занимается? Она занимается молодыми людьми, у которых были травмы головного мозга. Такие случаи, где доктора оказываются бессильны. Она объясняет слово Божие с точки зрения науки. Расскажите, что произошло с одним молодым человеком, чем случаем вы занимались? Вы будете рады узнать, что я работаю не только с молодыми людьми, но и с пожилыми. И сейчас я вкратце расскажу один случай. Моим пациентом был один мужчина, 78 лет, он был пилотом. Он хотел продолжать работать. Хоть его глаза уже были не очень зоркие, он не мог больше летать, он хотел вернуться к трудовой деятельности и начать работать по специальной программе. Я научила его, что надо делать и как избавиться от этих ядовитых деревьев. И он смог поступить на работу и проработал до 84 лет. И еще 18 или 19 лет после этого он периодически практиковался. Это поистине удивительная история. Вы можете изменить свой мозг в любом возрасте. Другим моим пациентом был молодой человек, у которого была жуткая травма головы. Когда я стала заниматься его случаем с момента аварии, в которой он получил эту травму, прошло 3 или 4 года. Согласно старым исследованиям головного мозга, если с момента травмы произошло больше 14 месяцев, мозг уже не будет восстанавливаться сам. Этот срок — потолок восстановления. В самом начале моих исследований я занималась нейропластическими исследованиями травм головного мозга. Случаем этого молодого человека я занималась 3 месяца. Он принял решение. Я хочу подчеркнуть, что он принял решение исцелиться посредством нейропластики и руководствовался этим решением. Когда я начала заниматься его случаем, он учился жить вновь. Ему было 24 года, но по развитию он был на уровне 6 или 8 класса. За 3 этих коротких месяцев этот молодой человек не только изменился, но и кончил свое обучение. Скажите мне еще одну вещь. Вы, как и большинство людей, знаете, что Голливуд говорит нам, что с возрастом наш мозг начинает хуже работать, и мы начинаем многое забывать. Вы же говорите совершенно противоположное, и достичь этого можно благодаря Слову Божьему. Да, ведь изучая Слово Божье, вы проводите с Богом время. Когда вы изучаете Слово Божье, когда вы изучаете Библию, когда ваши мысли наполнены Словом Божьим, когда вы молитесь, когда вы восхваляете Бога, ткани вашего мозга утолщаются. Это было доказано в лабораториях. То есть мы становимся умнее? Так и есть. Я хочу вам сказать, что это очень хорошо. Я люблю Божье Слово. А еще мне нравится, что Божье Слово было оправдано с научной точки зрения. Смотрите на следующей неделе. Мои гости познали, как понять сердце Божье благодаря молитве. Люди, которые молятся вместе с ними, слышат песни ангелов и звуки сверхъестественных музыкальных инструментов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...